Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. По совместительству сегодня мы открываем еще и новый месяц и, по сути, весенний период. Полагаю, что он будет достаточно хорошим, теплым. Но уж в чем точно не нужно сомневаться в том, что месяц будет очень жарким с точки зрения спекуляции. Потому что, вы знаете, на март мы надеялись в плане того, что в марте ожидали серьезные события. И эти события уже фактически у нас на повестке. Это ЕЦБ, ФРС и возможные изменения денежно-кредитной политики. Сейчас нашим инициационным идеям, которые предполагают усиление позиций доллара и слабостерийских инструментов, вот этот фон будет, разумеется, на руку. Потому что от ЕЦБ мы ждем доп. мер экономического стимулирования и поддержки экономики. Что касается ФРС, по-прежнему основой трейдинга являются спекуляции, будет ли ФРС продолжать действовать с точки зрения повышения процентных ставок. Плюс ко всему, буквально недавно, если уж быть совсем точным, на прошлой неделе у нас появился еще один серьезный инфоповод, который позволяет настраиваться на то, что это событие... Я сейчас возвращаюсь к котировкам позиций черного золота. Может стать определяющим и для динамики бренда и WTI. Конечно же, это возможность внеочередного заседания ОПЕК, уже которое по счету, с точки зрения внеочередных, где снова стороны будут пытаться выработать солидарную позицию, направленную на слом негативного тренда. На этой нотке давайте перейдем к нашему вступительному активу, к которому мы традиционно начинаем каждый брифинг. Это динамика нефти. Вы помните то, что на прошлой неделе, как только появился фактор новостного такого фона и поддержки для нефти, как возможность очередного заседания ОПЕК, встречи Венесуэлы, Катара, Саудовской Аравии и России, участники рынка стали делать на это заседание очень большую ставку, потому что особенно этот новостной фонд объединил покупателей позиций черного золота, потому что если раньше, после того, как стороны договорились о заморозке объемов производства на январских максимумах, вроде бы как полностью исчезли надежды на то, что солидарная позиция все-таки станет причиной сокращения объемов производства, то сейчас эти надежды как бы перерождены, потому что действительно, если чудом все-таки в этот раз участники смогут договориться выработать единую позицию, которая будет направлена на восстановление стоимости черного золота, значит, это может быть решение через снижение объемов производства, и, разумеется, оно скажется с точки зрения катализатора для позиций и бренда, и WTI. Это серьезный спекулятивный новостной фонд. По сообщениям Венесуэлы, я так понимаю, что если опровержение за последнее время не поступило, можно также осмело ориентироваться на то, что это заседание состоится в середине этого месяца. То есть, по сути, у нас две полноценные недели, чтобы как минимум сделать ставку на привычную классическую логику «Покупай на ожиданиях, продавай на фактах». И на прошлой неделе я переориентировал вас, ну, точнее, тех, кто использует кратко-среднесрочные модели трейдинга, недолгосрочных инвесторов, тех, кто торгует, ну, три дня, ну, и, возможно, забегая на несколько дней вперед, отказаться от коротких сделок и все-таки сделать больше посыл в сторону роста позиции и бренда, и WTI. Мы видели то, что на прошлой неделе бренд действительно показывал бы еще динамику. Мы видели вчерашнюю торговую сессию, когда бренд добрался до локального хая выше 36 долларов за баррель. Закрытие, по сути, клоузне 36.66 и сейчас 36.93, то есть идем на тестирование 37 долларов за баррель. Очень важный нюанс заключается в том, что сегодня утром мы получили слабую статистику по PMI Китаю. И традиционно слабая статистика по Китаю уж тем более была фактором подрыва доверия трейдеров к рисковым активам и являлась причиной распродажи и товарно-сырьевых активов тоже. Сейчас эта логика не действует, поэтому можно прийти к выводу о том, что сейчас трейдеры, которые все-таки делают большую ставку на спекуляции относительно нефти, ориентируются только на возможность каких-то компромиссных и солидарных решений, достижения которых реально уже в середине этого марта. То есть, впрочем, он в буквальном смысле игнорируется. Я предлагаю также сделать ставку больше на этот новостной и фундаментальный фактор и все-таки допускать возможности, потому что мы чрезмерно уже негативили. Может быть, действительно, пора уже искать причины, которые позволят нефти добраться до новых локальных максимальных отметок, которые мы не видели очень давно. Теперь, что касается долгосрочного трейдинга. Здесь мы оперируем, как и всегда, исключительно фактами, цифрами и статистикой. И на текущий момент нет, скажем, таких уверенных базистых оснований, как и для кратко- и среднесрочного трейдинга, чтобы, скажем, разворачиваться по нефти и также делать ставку больше на спекулятивный рост этого актива. Поскольку у нас договоренности еще нету, в лучшем случае она будет озвучена в середине марта, до этих пор для долгосрочных трейдеров я ни в коем случае не хочу, чтобы вы разворачивали себя по активу и делали ставку на рост. Пока еще преждевременно. Но вот для тех, кто торгует внутри дня и, как я уже отметил, на перспективу нескольких дней вперед, сейчас самое время поспекулировать на рост, тем более, что сегодня у нас только 1 марта, по сути, две полноценные торговые недели. Кто знает, может быть, за этот период, в случае какой-то дополнительной новостной поддержки, бренд сможет забраться даже до отметки и 40 долларов за бар. И в качестве дополнительного фактора поддержки, вчера со ссылкой на источники Reuters были опубликованы обновленные цифры по фактическим объемам производства нефти. В ОПЕК количество, точнее, выработка нефти снизилась на 280 тысяч баррелей в сутки за прошлый месяц, до 32-74 миллионов баррелей. Да, это все равно выше квоты, но в последнее время мы редко получали статистическое подтверждение того, что производство снижается. Если отдельно по странам поговорить, вот в Иране, между прочим, снова растут объемы производства. Ну вот, а снижение произошло за счет Саудовской Аравии, которая как раз, в принципе, и взяла на себя все вот эти объемы коррекции. Посмотрим, что будет дальше. Тем более, что завтра у нас дополнительный новостной фон, связанный с запасами нефти США. Соответственно, если запасы просядут, то снизится за прошлой неделе. У Brent появится уже и новый локальный фактор для поддержки. Ну, об этом мы уже с вами поговорим в ходе брифинга в четверг, потому что, вы знаете, API будут опубликованы практически ночью. То есть, завтра в ходе брифинга мы коснемся этой статистики. Но вот более объективный отчет от Минэнерго США, он выйдет уже после проведения нашего брифинга. Поэтому мы вернемся уже к тотальному новостному и фундаментальному фону с вами в четверг. До этих пор предлагаю ставить на рост позиций черного золота. Далее идем. Рубль против американского конкурента. 74,86. Мы предполагали, что в случае роста позиций Brent'а рубль также будет укрепляться, исходя из корреляционной взаимосвязи. Именно это сейчас и происходит. Поддержка 75 пала. Актуальные котировки на премаркете уже ниже. Если восстановление нефти продолжится, сегодня на азиатской сессии мы видим, что нефть также подрастает, значит и рубль также сможет еще, скажем, придавить позиции американца и может быть двинуть в район 74. То есть новой поддержки уже. Но это только краткое среднесрочное ожидание. Потому что для долгосрочного трейдинга я по-прежнему еще не отказываюсь от того, что худшие времена для российской валюты еще не позади. И если в середине марта мы услышим просто об очередной встрече, которая не приведет ни к чему судьбоносному, значит я первым снова анонсирую идеи, которые будут предполагать продажи нефти и, соответственно, ставку на девальвацию курса российской валюты против всех основных конкурентов. Ну, разумеется, против доллара и евро. Против доллара это снова возвращение в район 80. Это долгосрочный ориентир в том случае, если решения не будет. Далее идем. Европейская валюта против доллара снижается, евро валится, сыпется как угодно. Очевидно то, что главный валютный риск снова пополнил ряды аутсайдеров. Ну, не то чтобы возглавляет их, есть и более серьезный кандидат на распродажу этого фунта. Но европейская валюта, в принципе, также не отстает. И вот этот коллекционный тренд, он совершенно очевиден. Причин множество. Во-первых, это улучшение рыночных настроений. Я думаю, что по динамике европейского фонда фондового рынка и американского фондового рынка также можно сделать безошибочный вывод о том, что рыночные настроения реально улучшились. То, что сегодня после публикации слабой статистики по Китаю, мы видим, как шанхайский композитный индекс подрастает, тоже вопреки логике. Я считаю то, что, может быть, мы дождались того самого момента, когда настроение вроде стабилизируется и больше не будут там демонстрировать вот эти качели 5% вверх, 5% вниз, снова там 6% вверх, 7% вниз. Потому что такая волатильность, повышенная турбулентность, она должна была рано или поздно закончиться. Для нас это возможность вернуться уже к тотальному в рамках регионов махроэкономическому фону, но и искать уже там объяснение и поддержку для наших инвестиционных идей. Вторая причина ослабления евро – это сильная статистика по США, потому что отчетов было много на прошлой неделе. На этой отчетах еще больше, потому что у нас уже завтра EDP, а в пятницу Non-Farm Parance. Ну, о долларе и статистике мы давайте поговорим, когда переключимся на пару USD и иены. Третья причина – вчерашнее решение Народного банка Китая снизить требования по резервированию для коммерческих банков на 0,5% до 17%. Возможно, именно это решение стало причиной интереса также к фондовому рынку, потому что это воспринимается как доп. мера глобального характера экономических стимулов для того, чтобы поддержать ликвидность на китайском рынке. А если эта мера будет иметь положительные последствия, то, разумеется, такие же положительные тренды будут подхвачены другими рынками. В общем, это локально стало причиной спроса больше норильского инструмента, а евро, в свою очередь, лишило статуса, точнее, поддержки от ее статуса валюты фондирования, потому что трейдеры уже не стали вести свои капиталы в расположение защиты. Следующая причина, уже четвертая, на мой взгляд, даже более объективная, это все-таки уже национальный макроэкономический фонд, потому что те отчеты, которые были опубликованы на прошлой неделе, и особенно вчера, данные по индексу потребительских цен, они явно сигнализируют о том, что Европейский центральный банк вряд ли откажется от решения, предполагающего анонса до меры экономического стимулирования. И после того, как вчера вышла статистика по инфляции, в частности, годовой показатель индекса потребительских цен просел до минус 0,2%, с прошлого 0,3%. И риск дефляции, который уже, по сути, реализован, мы видим, падают инфляционные ожидания, это, по сути, та статистика, которая существенно поднимает вероятность того, что ИЦБ пойдет на еще одни шаги, может быть, уже более агрессивного экономического стимулирования. Я напоминаю вам про последний комментарий Драги, который еще в ходе своего прошлого выступления сослался на то, что если инфляция продолжит снижаться, то есть то, что происходит сейчас, тогда мы снова увидим еще одно снижение процентной ставки по депозитам, а может быть, даже расширение программы QE. И вчера, после выхода статистики по инфляции, со ссылкой на источники Reuters вышло сообщение о том, что большинство экономистов, ну, практически 99%, сходится во мнении, что 10 марта, то есть следующий четверг, когда состоится заседание ИЦБ, европейский регулятор снизит ставку по депозитам на еще 0,1%, а может быть, даже и больше. Поэтому для евро сейчас нет никакой возможности для того, чтобы улучшить собственные позиции, но да, допускаю, если что-то произойдет снова на фондовом рынке, китайская фондовая секция просядет на 10%, это, в принципе, может быть, учитывая то, что происходит с этим рынком в последнее время, тогда евро снова будет расти. Но если от такого форс-мажора нам удастся избавиться, его не будет анонсировано и проявлено, он не проявит себя на рынке, значит, евро продолжит снижаться, и здесь, соответственно, нам нужно быть уже в тренде, в трейдинге и ни в коем случае не разворачиваться на рост по позициям евро. Я предлагаю достаточно уже спекулировать на возможности потенциального отскока, потому что за последние несколько недель мы провели несколько сделок, и они были убыточные. И напоминаю, что до этого у нас было четкое представление о том, что евро нужно было бы распродавать, и если бы мы не отказались как косрочно от того, что от стратегического такого тактического взгляда на перспективу евро, мы бы уже имели очень солидный профит. Я хочу, чтобы подобные ошибки мы не повторяли. Если у нас есть понимание того, что евро будет снижаться, и тем более, что евро снижается, давайте использовать этот потенциал. Дальнейшая цель 1.05, далее паритеты. Когда мы доберемся до паритета, мы будем благодарить только себя за то, что адекватно оценили фундаментальные возможности и сделали правильную ставку на перспективу пары евро-доллар. Далее, доллар японская иена. Здесь уже целиком все пляшет от американской статистики, потому что на прошлой неделе у нас был отчет по ВВП за четвертый квартал плюс 1% прироста. Очень хорошая цифра. Еще больше внимания возможно стоило уделить на личные доходы и личные расходы. И здесь также один сплошной несомненный позитив 0.5%. Совершенно очевидный прирост. И самое важное, то что если растут личные доходы, логично подрастают личные расходы, значит у нас появляется стимул для роста потребительской активности, который впоследствии будет разгонять индикатор инфляции. А рост инфляции это то, что может добавить в комментарии представителей ФРС былую жесткую риторику. Это как раз то, что нам нужно для трейдеров, которые делали ставку на рост американца, чтобы затащить USD иену выше 115, оттуда и будем торговать до отметки 125. Если вам недостаточно, скажем, субъективного понимания перспектив доллара, если недостаточно тех аргументов, которые я стараюсь собрать воедино и также вам анонсировать, я предлагаю вам еще не забывать о том, что Морган Стэнли, BNP, Приба и, соответственно, Барклайс делают ставку на то, что USD иена сможет добраться до отметки 130 до конца этого года, то есть еще круче, чем наши инвестиционные ориентиры. Это их инвестиционная декларация, которую они распространяют для своих клиентов, а эти ребята ошибаются очень редко. Долгосрочный подход, поэтому снова призываю вас к тому, чтобы оценить возможности роста американца и фундаментально действительно для этого есть и основания. На этой неделе следим еще за Non-Farm Perils. Если снова мы увидим прогресс очевидный на американском рынке труда, значит у представителей ФРС в ходе мартовского заседания будет еще один козырь, чтобы высказаться снова за возможность, а точнее за прежнюю готовность американской экономики к дальнейшему циклу повышения процентной ставки. И вы помните то, что мы перед очередным заседанием ФРС стараемся копить, опять же, позиции представителей ФРС голосующих членов, чтобы точно понимать, на какой все-таки расклад сил нам готовится. Поэтому я хочу обозначить вам уже позицию Лейкера, Фишера и Мейстер, которые готовы отдать свои голоса за повышение процентной ставки уже, возможно, по итогам следующего заседания. То есть мартовское заседание ФРС будет крайне интересным, очень горячим. Ну, вероятность, конечно же, того, что ставку не поднимут, может быть даже выше. Но все-таки признаю, что спекуляции на тему того, что ФРС может пойти на этот шаг присутствуют. И как раз эти спекуляции даже в формате только ожиданий. Их достаточно, чтобы использовать это для ралли-американца против всех основных конкурентов. Тем более, что даже по позиции самого монетарного руководства вопрос с повышением процентной ставки еще не снят с повестки обсуждения. Если это так, давайте следить за статистикой, давайте оценивать позиции голосующих членов и, собственно, сами кумекать относительно того, будет ли ФРС повышать ставки. Я по-прежнему склоняюсь в пользу того, что в этом году мы увидим как минимум два повышения. Соответственно, у доллара есть все основания, чтобы и дальше расти. Далее, фунт против американского доллара. Фунт по итогам вчерашней торговой сессии подрос. В принципе, может быть даже логично, учитывая те потери, которые мы видели, наблюдали в динамике фунта против доллара за последние несколько дней. Это серьезная просадка, практически полтысячи пунктов, поддержка 1,40 пала, а фунт умудрился даже сесть еще сильнее. Ключевой темой, как и раньше, остается политический вопрос, который предполагает возможность выхода Англии из состава Европейского Союза. Референдум состоится 23 июня, 4 месяца полноценных до этого события. Волатильность будет бешеная, но учитывая то, что негатива очень много уже в связи с этим, и динамика фунта это подтверждает, может быть уже все не сомневаются в том, что Англия уже не будет частью Европейского Супергосударства и этого Интеграционного Союза. Поэтому все уже начинают гадать о том, что же будет с Англией дальше с точки зрения экономического потенциала, с точки зрения, опять же, развития промышленности и вообще взаимодействия британского бизнеса с прочим и старым европейским партнером. Сейчас эти риски оценить, конечно же, очень трудно, но будем говорить о том, что, наверное, Англии будет не сладко. Думаю, что если трейдеры сейчас большую ставку делают как раз на это политическое событие, наверное, национальный фундамент будет сейчас второсортным и практически игнорироваться, а значит продолжим спекулировать также вместе с другими участниками рынка на этом событии. И если фунт по-прежнему заряжен на ослабление, сейчас актуальные котировки, кстати, по британцу 1.3938, я считаю то, что нам можно попытаться просесть по фунту еще глубже. Вы помните то, что раньше мы ориентировались на уровень 1.40, я предлагал, что как только доберемся до этой отметки, зафиксируем хороший профит и выйдем, будем искать возможности для роста. Но события, связанные с потенциальным выходом Англии из Европейского Союза и то, что этот сценарий поддерживают многие именитые британские чиновники, позволяют замахнуться на более нисходящую цель. И здесь я снова ориентирую вас на цели от Морган Стэнли, которые склоняются в пользу того, что пара фунт-доллар может оказаться, опять же, в перспективе ближайших 4 месяцев на уровне 1.30, поэтому туда можно, собственно, и метить. Как торговать? Предлагаю селс-топ с уровня 1.39, но сейчас границами себя ограничивать не будем, потому что если нисходящий тренд пойдет, он способен ввести фунт очень глубоко. И еще хотел пару слов сказать про австралийцы. Очень актуальный сейчас валютный актив, потому что сегодня утром снова были опубликованы актуальные параметры денежно-кредитной политики. Ставку оставили на ближнем уровне 2%. После этого были даны комментарии по возможному изменению вектора экономических стимулов. И здесь ключевой посыл заключается в том, что, как и раньше, руководство высказалось в пользу того, что низкие показатели по инфляции сохраняют пространство для действия, для возможности еще одного снижения процентной ставки. Экономические стимулы, они благоприятны для экономики. В целом есть локальное улучшение показателей, но не до тех значений, до которых хотелось бы. Рынок труда стагнирует, это еще один риск. И, возможно, без еще одного снижения процентной ставки не обойтись, потому что нужен как раз катализатор для экономического роста, который смог бы хоть как-то нейтрализовать снижение цен на железную руду, которая является ключевым экспортным товаром для Австралии. Поэтому вопрос, связанный со снижением процентной ставки, он остается на повестке, но уходит уже, в лучшем случае, на следующее заседание Резервного банка Австралии. Для того, чтобы понять, как действовать по австралийцу, можно сослаться на неизбежность, возможно, еще одного снижения ставки и на сегодняшнюю слабую статистику по Китаю, то есть стратегического партнера Австралии и Новой Зеландии. Поэтому уверен, в ближайшее время, может быть, даже в перспективе следующей недели мы доберемся до поддержки по OutUSD. Это уровень, соответственно, 0.70, остается там 150 пунктов, совсем ничего. NZD, USD, то есть Новозеландец против доллара, поддержка у нас 0.65. И после этого будем уже тотально продавать и австралийца, и новозеландца, ориентируясь на очень неплохие ценовые профильные ориентиры. По Австралии это 0.65, что касается новозеландца против доллара, это 0.60. USD с виси. У нас были паритетные ожидания, 0.9070 сейчас уверен, что после паритета будут значения еще выше. Поэтому, как только доберемся до уровня 1 по паре USD с виси, не нужно будет выходить из сделки, потому что дальше будет значение еще более, скажем, серьезного восходящего ориентира. И покинем мы расположение швейцарца против доллара только после того, как доберемся до уровня 1.03 и не пунктом меньше. Собственно, на этом все. Большое спасибо за внимание. Вы знаете то, что если есть вопросы, их можно оставлять на нашем официальном канале на YouTube, либо использовать форума Markets. И еще хотел пару слов сказать про важные события этой торговой сессии. Сегодня у нас в 11.55 рынок труда Германии. Ждем слабую статистику. В 16.30 ВВП Канады. Здесь даже по прогнозам стоит ориентироваться на очень слабые цифры. Хотя, учитывая состояние промышленного сектора, учитывая негативное влияние снижения цен на энергоносители и катастрофическое снижение количества новых рабочих мест, то есть удручающая статистика по рынку труда, я считаю то, что ВВП логично действительно должен неплохо просесть. Из важнейших отсчетов это индекс разгона инфляции 18.00 по московскому времени. И в это же время выйдет еще и индикатор производственной активности от АСМ. Это по США. И здесь я считаю то, что мы дождемся еще одного фундаментального позитива для доллара, который позволит паре USD и иен оказаться уже выше сопротивления 113 и наконец-таки добраться, ну попытаться добраться до нашего отложенного ордера, который находится на отметке 115. На этом все. Большое спасибо за внимание. Увидимся, соответственно, уже в ходе завтрашнего брифинга. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok